При упоминании хоккея кому-то может показаться, что это просто лед, клюшка и шайба, но на самом деле тяжелый спорт, требующий полной отдачи. Что уж тут говорить о детском хоккее? Давайте прямо сейчас узнаем у родителей маленьких спортсменов, как хоккей влияет на жизнь семьи. Как ваш ребенок попал в хоккей, почему выбор пал именно на этот вид спорта? Мы были еще в садике, в 5 лет начали сначала заниматься футболом, но не вкатило, как сказать. И у нас на коробке как раз программа началась массового хоккея и тренер набирал как раз детей. Мы пришли и после счастливой случайности остались здесь. И вот уже занимаемся. Четвертый год получается. Выбор, почему на хоккей выпал, потому что муж всегда мечтал быть хоккеистом и так получилось, что сын его мечту продолжил. Да вы знаете, как-то у нас даже не было сомнений, что он будет именно играть в хоккей. То есть, когда ему исполнилось 5 лет, мы пришли, пообщались с тренером. Он нам сказал, приводите и все. Привели, стал сперва ходить в зал, потом говорит, маленько пусть научится кататься и сюда на лед. Собственно, научился кататься и вот мы уже получается 4 года в хоккее. Во время игр трибуны разрываются от эмоций. И в этом только ваша заслуга. Расскажите, вы устаете после такой яркой поддержки или же наоборот это вас заряжает? Это драйвит больше всего, потому что это всплеск эмоций. И когда, да, это передача ребенку той энергии, с которой он, потому что знает, что мама его смотрит. И поэтому он с еще большей отдачей идет вперед. Да это я считаю, что заряжает и нас, и их. То есть, мы пытаемся, поддерживаем все равно, как угодно. Добрым словом стараемся. Крикнуть там, подсказать, помочь, чтобы там выбросил долбас. Все, как бы, ну это заряжаемся все мы. И они и мы. Вообще, ярый болельщик хоккея. И я всегда хожу на все игры, болею и заряжаюсь эмоциями. И мне очень нравится. И, ну как, вся наша семья ездит, и бабушки, и дедушки. И, как бы, ну, мы любим хоккей. Как вы подбадриваете своего ребенка и помогаете ему восстановиться после игр? Ну, подбадриваем все равно, добрым словом. Объясняем, что не переживай, ошибся. Ошибаться могут всякие. Ну, конечно, порой себя не сдерживаешь прямо во время игры. Подкрикнешь на него, там, ну что ты так сыграл? Должно же так было сыграть. Но все равно эмоции утихают. После игры спокойно общаемся. Объясняем уже на схемах. Рисуем, показываем. Перед сном все рассказываем. После игры, перед игрой. То есть, все нормально. Что бы ни было, победил, проиграл. Я всегда говорю, я тебя люблю при любых обстоятельствах. И всегда просто слова поддержки. Что ты можешь, ты можешь еще больше. И, ну, соответственно, отдыхаем после вот важных игр. Стараемся отдохнуть, расслабиться, мозгами немножко отвлечься. Отвлечься. Говорим, что мы с тобой, что мы всегда в тебя верим, что могут быть ошибки, но надо расти, учиться, развиваться. Ну, как, не терять веру в себя, не расстраиваться каким-то неудачам, потому что все впереди, все получится. Так что теперь, дорогие родители, вы знаете, к чему стоит готовиться, отдавая ребенка в хоккей. Редактор субтитров А.Семкин